Вот так начинается утро. Открыть ставни, впустив в комнаты летний яркий свет. Что-то подправить по хозяйству. Невелики заботы пенсионера. А потом присесть на лавочку, поговорить с женой, с внуком о житье-бытье и, может быть, вспомнить о прошлом. Отсюда, из Букатовки, ушел Михаил Новосельцев на фронт. Самый жар Сталинградской битвы. И первый бой, который он принял в составе противотанкового орудийного расчета, был тяжелейшим. Раненый в руку Новосельцев еще несколько часов не отходил от орудия, отбивая атаки фашистских танков. Потом был госпиталь и снова на фронте. На Курской дуге он был уже командиром расчета. На них шли пантеры и тигры. Меткими выстрелами были подбиты два танка. В картечи уничтожено множество автоматчиков. В жару и в стужу приходилось тащить тяжелое орудие. А случилось и вытаскивать его из ледяной воды. Тут же вступили в бой. К списку расчета прибавилось еще два уничтоженных танка. Так и прошел он с орудием от Волги до самого Берлина. Мирные будни. Как не похожи они на те давние дни с грохотом боев и ежеминутным ожиданием смерти. Не похожи они и на тяжелую послевоенную пору. Вернулся Михаил Григорьевич на родную саратовскую землю и, не залечив ран, поспешил сесть на трактор. Случалось падало от голода и от усталости. Теперь в его воспоминаниях это звучит обыденно. Полежишь возле колеса, отдохнешь и снова поедешь. А что было делать? Надо. День Победы Приходят родные, близкие. Здесь не говорят особенных торжественных слов, но каждая такая встреча согрета теплом любви и уважений к человеку, достойно прошедшему путь защитника Родины, ее кормильца, к полному кавалеру орденов славы Михаилу Григорьевичу Новосельцеву. Субтитры создавал DimaTorzok